Представляю вашему вниманию Gord. Игра от разработчиков Ведьмака. В игре огромное количество заставок и диалогов на английском языке. На релизе 100% будет русский язык, однако сейчас он отключен, потому что это демо-версия. Я советую вам скачать Яндекс.Браузер и, собственно, там у вас будет доступна функция прямо над этим видео «Перевести». И бот будет переводить автоматически, вслух, голосом, весь английский язык продвинутый. Если вы не хотите скачать Яндекс.Браузер, советую вам включить автоматические субтитры, которые есть на Ютубе. Начнем же. В следующем году Галантья превратила мое право. Моя кампания для защиты субтитрова почти закончена. В аж мы говорим, мой сын направит нашу армию против остальных силы субтитровой Резистанцей. Время мы там закончили, мы собираемся на ютубе. Продолжение следует... Это, кстати, был трейлер. Сейчас он, наверное, будет повторяться. В общем, я выбираю максимальную сложность, перманентная смерть. Это означает, что у меня есть только один шанс. Если я умру, то единственное автосохранение, оно уничтожится. Ну, оно делается просто на случай, там, допустим, если я не доиграю, вышел, там, прервался. А если умру, то есть оно уничтожится. Но мне интересно попробовать... На максималочке. Продолжение следует... 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 Пауза на пробел Скорость увеличивать на джим Ну понятно Обучалочка камере Обучалочка Так, ага Типа мы здесь не в безопасности Нужно уходить Игра про строительство своего поселения И защиту его от всяких орд В общем Интересно, там много всего Они на самом деле накрутили Это я вам просто сказал Самый такой базис В общем здесь иконка Профессии, иконка жизни И еще Одна полоса сейчас спрятана Это шкала Здравомыслия Ну и всякие модификаторы Так Знаешь, выбрать что-нибудь И переключаться Между Персонажами И так далее Выбрать всех Настройки графики, кстати, максимальные Ну что, начинаем их перемещать Кстати, если будете играть в демку Советую вам ограничить Через панель управления NVIDIA Если у вас тоже NVIDIA Видеокарта FPS до 60 Очень неграмотно сделали Бесконечный FPS Он здесь не нужен в такого рода играх Это только в шутерах Нужен безлимитный FPS И то не во всех Потому что иначе Видеокарта горит Нагрузка неадекватная Это ни к чему ее так гонять Так, мини-карта Там всякие интерактивные объекты Подсвеченные и так далее Также дополнительная Тактическая информация Через вот такие вот Уведомления показывается Там всякие враги Интерактивные объекты И так далее Вот такими значками показываются Какие-то объекты веры Много полезной инфы Вот здесь Всяких уведомлений Главных квестов Побочных квестов Информационная панель И так далее Нашли 40 золота Надеюсь, что они умерли Не напрасно Так, это я посмотрел Не на альт Тут подсветка Нет, не на альт Опаньки Первые враги У врагов могут быть Различные атаки Специальные Обилки И бафы В общем Есть различные способы Атаковать Можно это делать Вблизи Есть также другие Атаки Которые сосредоточены На каких-то слабых Местах Вражин Мы уже сберемся Я думаю Хотя Это максимальная Сложность Кто же его знает Отлично Первая победа Одному Почти пол хп Снесли Или даже больше Даже больше Чем пол хп Отличное место Для поселения Здесь есть доступ К воде И еде Давай сначала Начнем С того Что обнесем Все Забором Оградим Территорию Ну ресурсы Здесь Дерево Рож Еда Глина Железо Золото Также У поселения Есть Различные Параметры Рост Поселения Здравомыслие Поселения Вера Но это Все Будет Объяснено Позже В компании Дерево И Прошу прощения Это не рож Это тростник Дерево И тростник Нужен для Постройки Структур То есть Зданий Каждый Субъект Нуждается На На поддержание Своё В общем Ему Нужна еда Как я понимаю Если они Начнут Голодать Страдать То это Скажется На здравомыслие И так далее Все это Позже Также Объяснят Золото Нужно На Всякие Военные Профессии Тоже Позже С этим Нас Познакомят Глина И Железо Используются Для Апгрейда Всяких Структур То есть Построек В меню Есть Доступ К Трем Важным Разделам Постройки Популяция То есть Население И Заклинания Ну Понятно Что в постройках Можно что-то Строить В Популяции Ну Информация О Моих Всяких Субъектах Также Информация О том Как скоро Родится Новый Ребенок В Сообществе Как я понимаю Чтобы Новые Дети Рождались Нужно Чтобы Ну Вместимость Популяции Была Выше Чем Те люди Что у Нас Уже Есть Ну И Меню Всяких Заклинаний Используется Для Каста Соответственных Ну Понятно Размещение Построек Давайте Начнем Так Построить Опа Ха-ха Любопытненько Это Это я Могу Его Перетягивать И Тогда Галочка Снимается То есть Это Уже Что-то Не то Если Я Слишком Перетягиваю Нам предлагают Вариант По умолчанию Но В его Пределах Мы еще Можем Так Сказать Это Все Перемещать О Вот здесь Типа Идеально А Че Нам Не Хватает Например Здесь А Типа Пруды Какой-то Пруд Попадает В Часть А Вон Там Вот Здесь Наверное На Севере И Поэтому Мы Здесь Не Можем Построить Но Можно Вот Здесь Вот Здесь Вот Так Ладно Давай Посмотрим Я Постараюсь Себе Огородить Как можно Большую Территорию Че Нам Мелочиться Правильно Понятно Я так Полагаю Что Максимальный Размер Вот Этого Забора Это 179 Потому Что Иначе Уже Пишется Типа Что Слишком Большой Размер Любопытно Ну Хорошо 179 А Сколько У нас Дерева 250 Всего Давай Так Это Имя Поселения Так Они Пошли Строить Давайте Наджи Попробуем Ускорить Опа Так А где А вот Она Скорость Да О Попробуем link Попробуем Так, как я понимаю, он лесопилку хочет построить, а есть какие-то рекомендации, где ее лучше устроить или без разницы. Так, выход вот там, я так полагаю. Ну, наверное, лесоруб будет выходить, правильно, из поселения, логично, да? Так, это я на R нажал. Тут еще какая-то историческая дата, историческая информация о моем поселении. Так, лады, давайте, чтобы ему далеко не бегать, прямо у выхода построю лесопилку. Наджи ускоряю. Отлично, профессия. Это то, что люди, кем они могут быть? После того, как назначишь, они автоматически начнут этим заниматься. Так, назначенные люди. Авто, авто, не понял. Ага, неназначенные. Это типа подсвечивается... Значит, опыт рубки. Вот она как раз относится к этому. Cutting experience. У них значки другие. А, во, Cutting experience. Вот он, хороший лесоруб. Вот, 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 значок. Насколько они пригодны, как я понимаю. Ать! Сука, мне троих однозначить? Нет, давай пока одним ограничимся. Хороший лесоруб. Третий левель. Нет, слушай, он внутри поселения фармит. Но, наверное, это поначалу. Здесь подписано 8. А сколько всего в дереве-то? А, количество ресурсов, нифига себе, 126. Время восстановления 36 дней. То есть они потом еще могут вырасти внутри поселения. Так что можно было где угодно его здесь построить. Не обязательно около выхода. Кстати, наш раненый отрегенил сам. Так. Что у нас по квестам? Ну, смотри-ка, он фармит, фармит. Давай. Видимо, у него должна шкала заполниться до... Что-то он, блин, он неостановимый. Лесоруб. Он полностью что-то будет все это фармить? А, не. Во, срубил, да, срубил дерево. Ну, как бы, относительно срубил. Там еще осталось больше половины, 89. Тащит бревно. Я по привычке нажал тройку. Это как скорость игры. На H это интерфейс. Так. Видимо, построить что-то, что будет собирать камыши. Так. Чтобы дерево такое не уничтожено, давай вот здесь построим. Кстати, возможно, это плохая идея, если это как-то усложнит маршрут его доставки дерева. Хотя тут не угадаешь. Тут деревья, там деревья. Так, нужно кого-то сюда назначить. Кто тут лучший, этот самый? А, он уже назначен. И он... Понятно. В общем... Ну, пусть камыши девушка собирает у нас. Да, очень, блин, весело. Ей приходится выходить из поселения. Из безопасности, чтобы фармить. Мужичок тут у нас неплохо устроился. Ну-ка, камышей сколько тут? 16. То есть кучка быстро исчезнет. Все у меня отрегинили. Сейчас подождем. Да, там вот написано, сколько осталось этих камышей. Все, она выформила. Ты куда пошла-то? А, она, она, короче, дальше фармит. То есть она должна, видимо, забить полностью свой инвентарь. Да, она может переносить 31 единицу на данный момент за раз. После этого она уже относит на базу. Вот ее как раз домик стоило построить к выходу. Но, кто бы знал, играю впервые. О-о-о. Так. Так, надо собирать еду. Голодные люди очень быстро теряют здравомыслие. Как я понимаю, разными профессиями можно фармить еду. Можно также ее обменивать через торговлю. Или находить через разведку. Так. Давай вот здесь вот построим. Нет, нет. А вдруг здесь какие-то военные постройки нужны около выхода? Если меня там атаковать будут и так далее. Давай вот здесь вот лучше построим. Это хижина собирателя, как я понимаю. Отлично. Постройки и улучшения существующих построек, как я понимаю, увеличивают уровень твоего поселения. Вот он. Когда уровень поселения увеличивается, это разблокирует новые типы построек. И разрешает тебе внутри домов всякие какие-то новые ништяки. Так, давай, во-первых, сюда назначим. Кто-то может быть собирателем. Пускай вторая женщина этим занимается. Так, а она-то куда пошла? А, у нее тоже безопасная работа. Вот той бедной не повезло. Ради. А это у нас грибочки собирают здесь. Внутри поселения тоже они есть. 21 штука. Время восстановления. Осень. Весна. А, не, осень, лето. А, не, осень. А, не, осень. Так. Уровень здравомыслия. Здесь показаны факторы за вещей от этого уровня. А, ну, типа, обеспечение едой добавляют. А, ну, типа, обеспечение едой добавляет взрывомыслия единицу. Там, освещение полторы единицы. Здравомыслия. Здравомыслия 0.6. Остальные что-то по нулю. Так. В общем, здесь перечислены способы восстановления здравомыслия. Можно что-то попить. Поесть. Находиться там в освещенных местах. Убивать врагов. Какие-то награды зарабатывать. Квесты. И всякое такое. Так. Что-то я не могу его построить. А, могу. Вот, во вкладке Advanced. Хорошо. Давай вот здесь вот. Два строителя. У меня строительство замедлилось. Несколько. Отлично. Так. Кого-то надо сюда назначить. Ага. Типа того, у кого меньше всего или что? Ну, давайте, допустим, Раду. Она выходит из поселения. Видите, у нее, кстати, логично меньше всего. Так. И что у меня теперь кто-то... А, нет, она как бы там восстанавливает здравомыслие свое, понятно. А потом, наверное, вернется к работе. Ну, факелы позволяют видеть врагов, 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 врагов в темноте. И что бы, важно, что бы твои люди не находились слишком долго во тьме. Так. Башню разведчика надо построить. Но мне не хватает дерева. Давайте, во-первых, колесорубу туда кого-нибудь назначим. Хотя бы временно. Да, Рада тут, видите, она бухает и таким образом себя восстанавливает. Нет, ну ладно, не бухает. Она пьет, пьет, скажем, сок. Да. Она пьет сок, очень вкусный, особый сок, который здесь растет. Вот. И таким образом приходит в себя. Слушай, а они что, прокачались у одного уж добыча четвертого левла? Угу. Так, так, так. Нет, как бы мне его, как бы мне его отсюда. Хотя, ладно, давай вышку, вышку построим. Вот, наверное, ее имеет смысл около входа строить. Надеюсь, я не ошибся. Только строить некому, нужно рабочих отсюда свистнуть. И погоди-ка, я вообще их назначил, блин, на камыши долбаные, а не на, не на, не на, не на дерево. А, вот как я его переназначил, чтобы он строил, значит. Так, камыши. Тоже пусть вот она строит, отлично. Двух назначил. Все. Но они все равно по-прежнему на камыши назначены. Вот они там бросили что-то. Да, мне кажется, лучше вот этих вот тоже сюда. На камышах пусть у меня один человек будет. Хотя оно по-прежнему что-то странно работает. Так, ну что, строят вышку. Мне плохо. Теперь нужно сюда назначить кого-то. Опыт разведки на тройку. Пускай болка. Ох, нифига себе он подорвался. Резко. Резко. Так, восстановление жизни, типа в ванне. Потому что само по себе восстановление очень медленно происходит. Также можно еще всякие там использовать. Другие методы. Но пока с ванной познакомимся. Не, у нее не хватает резов. Рада, кстати, сидела там до упора. До пяти тысяч восстановления здравомыслия. Не очень хорошо. Я думаю, что все-таки лучше. То есть пришлось мне ее, короче, вручную оттуда. А то она бы там так и пила бы соки волшебные. Вон, она теперь не может к работе вернуться. Назначил ее на жрачку в таком случае. Это на медовуху вообще похоже. Потому что тут пчелы. Так, скаутов, как я понимаю, надо использовать, чтобы они что-то разведывали. Надо их все-таки в ручном режиме посылать. Я думал, просто их можно это как-то еще. Давай вокруг поселения, во-первых, разведаем все. Побольше. Вот карта, кстати, да, увеличивается. Только не сдохни, не сдохни! Чертовы пауки. Сейчас мы их... Так, а это что такое? Так, понятно. Ё. А может он их, ну-ка, победить? Один на один. Огонь. Ну-ка, сражайся. Не зря же я ванну готовлю к строительству. Еще пауки. Да. Вон, парень, не промах. А это что за хрень? А, он сажал какие-то грибы и восстановил хп таким образом. Давай-ка дальше посмотрим. Опа, костер. И что тут? Ничего. О, тут дерево нашел. В какой-то куче камней. Ладно, давай разведывайте дальше карту. Так. Там вот индикаторы, видимо, говорящие о том, что там какие-то вредные хрени есть. А вот это вот голубое... Подожди. Нет, желтое это означает, что отхил. Так, здесь вот это факел. Голубое это факел. Типа это костер. Желтое это отхил на карте, я имею в виду. И надо еще посмотреть индикаторы какие-то. Ну понятно, красные это вражины. Тихо, тихо, тихо. Ёпта. Беги, бойка. Беги. Беги на атриген. Чуть не убили. Так, надо баньку здесь построить. Давай построим. Где бы лучше это сделать? Ну давай вот здесь. Так, назначил на строительство. А он пусть... Он тоже здравомыслие отрегенил. Пусть тоже помогает строить теперь. ХП у него прям вообще мало. Так. А это что? Стоп, стоп, стоп. О, ребенок. Боги нас благословили. Это мальчик. Назову Никиты Никитинский в честь спонсора Канава. Так. Отлично. Волка, полезай в этот в чан. Хотел сказать, с капустой. На атриген. Один из наших людей пришел в какие-то знакомые треки. Мы должны search this area of the forest. Может быть, с помощью Дабо's помощи, мы найдем скаута, который улетел из вулков. Так. Не понял. В общем, у меня сейчас последний квест, что ли, выйдут? Если я его завершу, то завершу этот сценарий. Да, вон он, подсвечен. Но сначала я карту хочу разведать. Если мне позволят. Почему-то камышей. Проблемы какие-то с камышами. Я не пойму, кто у меня там. Че с тобой? Че с тобой не так? Заглючил, что ли? Так, да. В общем, отглючил ему, переприказал. И вроде он начал опять фармить. Но все-таки он глючит, падла. Шо такое? А, у него проблемы со здравомыслием. Я его, походу, сейчас потеряю, что ли, или что? Так, Булка придется раньше выйти из баньки и сбегать за этим мудаком. Может, он его приведет в чувство как-то. Вот я ему приказал охранять субъекта. А ну-ка, быстренько. А то он там сейчас... А ну-ка, быстро в себя пришел, зараза. Ну да, мне кажется, это либо глюк... Это однозначно глюк. Он как будто в невидимую какую-то подтекстуру застрял. И вот... И был таков. Так, я его еле отглючил обратно. Это капец. Так, с дерева одну уберу на камыши. Потому что у меня дерева много, а камыши вообще намат. Так, Бойка отрегенился. И снова в бой. Квест оставлю на потом. Тогда пойду южнее все разведывать. О, какие-то еще там мудаки. Серьезные мудаки. Да это капец, Ау Брауэр. Какой из денджера. У него один хп. Они его догоняют, сука? Походу все, Бойка. Подстопил грамотно. Да, минус один. Ладно, он сейчас у нас отомстит. Что, не хватало сейчас двоих? Помоги. А, они жесткие прям преследуют. Слушай, а может его можно спасти? Да, его можно спасти. Смотри, там секунды тикают. Рада, ну-ка спасай. О. Искусственное дыхание делает. Массаж сердца. Он, он в плохом моральном состоянии. Я его отправил, не дал ухуживать. О, Никита Никитинский родился. Ничего себе. Вы посмотрите как. Хочешь быть скаутом? Не, наверное, опасная работа. Давай лучше иди-ка мыши собирай. А скаутом вот этот вот у нас рахон будет. А, дети не могут работать. Но они могут ассистировать. Это дает им опыт. Ну, пусть вон ради ассистируют. Короче, могу скорость регена увеличить. Стоит 50 вот этого. Давай увеличу. Подожди, я надеюсь, это не временно. Я думал, это перманентный баф. Нет, это, видимо, временный баф. Шутки шутками. А пища-то у меня постоянно расходуется. И пищу, короче, неоткуда мне находить. Да, грибы, типа, срезанные. Тоже не получится употреблять. Надо... И, блин, они не растут больше грибов. Они меня таким образом толкают к тому, что, типа, я должен... Все-таки завершить квест. Или что? У меня все от голода вымрут. А, подожди, я приказал ей, ну-ка, ловить рыбу. Надеюсь, они смогут. Так, вот эти вот зато не могут ничего добывать. Тоже не может. А, нужно построить, потому что фигню специальную, чтобы они рыбу могли фармить. На это нужны камыши. А камыши тоже не можем фармить. Слушай, а Никит, Никитинский, ты уже вон как вымахал. Еще одного родили. Во, дают. Да, это девочка. Также в честь спонсора канала, Дварша. Так, у нас, видимо, максимум дерева 574. Нужно что-то апгрейднуть. Но... Я не вижу тут... Вот эти вот, что ли, плюсики? Сторхаус. Ладно, неважно. Пошли на разведку. Теперь у меня два разведчика. Правда, еда заканчивается. Это вот опасно. Ладно, давай по основному квесту, я так полагаю. Потому что мы тут как бы ограничены. Ладно, разве что вот каких-то мудаков замочим вместе. По-братски. Так, квест завершен. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Фокусим толпой одного. Сразу по нескольким уронам проходит. Это хорошо. Двое скаутов, это совсем уже другой разговор. Ты больше половины чем... Больше половины чем пояснёс, падла. Мочи, мочи, мочи. Предметы могут быть найдены во множестве мест, сундуков, в сундуках, в скелетах, под камнями. Там всякие могут быть комбинации, взаимоусиливающие силу и повышающие уровень опыта и так далее. Волчья лапка. А так же вон у меня какая-то клетка. Волчья лапка. Если вы были повослое. Клево-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он говорит, что они бегают на воду Волтенга-тихо-тихо. Восточной из-за этого. Я сомнендущих, что они могут поместить нашу хорь. Наши картографи же способны быть восточной из-за этого, как будто бы. Мы не сможем потерять его. Давайте идем! Нет. Так, хочу продолжить. Привет, начало каждого сценария, у тебя есть шанс узнать биографию, сильные и слабые стороны, уровень опыта и так далее, видимо, своих людей. Так, и также уникальное имя присвоить, интересно, можно, начальная профессия скаут, слот для какой-нибудь вещи, это навыки, рубка, добыча, это майнинг, типа камней, опыт сражения, опыт добычи еды, опыт разведки, тут написано бонус. Кстати, вот опыт разведки, у него плюс 10%, а к приросту опыта сражения минус 10%, опыт торговли 0%, ну, здесь вот его плюсы и минусы перечислены. Лимит жизни, здравомыслия, веры, так. А, выбрать свою группу, понятно, вот это вот те, кого я уже выбрал. Всего только шесть человек могу. Так, ну, давай вот это вот так, и вот так вот. Посмотрим. Попробуем. Типа враги у ворот. Когда забор разрушат, они проникнут внутрь. Когда такое случается, время автоматически на паузу ставится. Не забудьте приказы раздать в это время. Йо, да их тут целое это самое. А я тут ребенка взял. Впрочем, они лоу хп-шные, так что, может... Времени осталось мало. О, а ребенок, прикольно, ребенок камушками кидает. Смотрите, подбирает камушки, кидает. Столько разрушений. Да, нужно восстановить то, что возможно. А они ничего не могут восстановить, не понял. А, сначала забор надо восстановить, понял. Ого, девочка может. Ну, тут небольшая пробоина была. И вот теперь уже... Они могут восстанавливать все остальное. Анатолия будет вот так. Так, чинят, починят. Вышку долго чинят, давай поможем. Военную структуру первую давай построим. Есть типа военная и не военная профессия. Военные больше урон наносит и у них максимум жизни. Лучшая броня. Но они требуют платы золотом. Вот милитария экспит. Давай построим. Что за экспит. Топорщики какие-то. Так, ну давай вот тебя назначим. Это достаточно хорошо. Давайте рассмотрим за картографа. Он должен поставить лучшую ручку для гонок транспорта. Особенно по этому длинному реку. Мои люди видели этот Калантьян несколько раз. По сути, он обращался с трапами. Будь осторожным, когда ты приближаешь его хату. Любопытно. Так, найти картографа. Давай двух топорщиков сделаем. Я не совсем понял, в чем преимущество. То есть, если я могу делать топорщиков, нафига мне разведчики? Или все-таки нужны? Опаньки. Что тут за книжка такая ходячая? Опа. Опыт в рубке за золото даст. Что-то не хочу тратить золото на... То есть, к нему просто может подойти тот, кто хочет. Они у меня военные, так что им это не надо. Ну-ка протестим топор. Нихера себе топорщики! Как это его этот волк нокаутировал? Ну да, урона больше наносят, по ощущениям. Намного. И меньше получают. Огонь. О, труп не исчезает. Значит, там что-то есть, что ли? Или что? А-а-а! Вот в чем прикол. Может быть, они не могут лутать, типа? Огонь! 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 Так, там, видимо, показаны какие-то тоже еще вражины. Ух ты, и здесь вражины, да и везде вражины, е-мое. Справимся, волков-то много. А, я понял, а эти, они вообще не убежать не смогут, вот эти вояки. У них, они медленнее, чем эти передвигаются. Надо отрегеняться. А, нет, они могут разведывать все-таки трупы. Золото нашли, еще какую-то хрень. Так, у кого меньше всего хп? У болку. Давай еще болка сожрет. Во, почти полное хп. Так, я что-то боюсь заходить в эту самую. Давай еще вот этого Рахама отрегеним. Все, полное хп вроде у всех. А, не, у Рахама не полное. Теперь полное. Ты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, шептуны могут заклинания использовать природа, используют веру и имеют кулдауны. Так, меню заклинаний. Вот это вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не знаю, что я был путешественник с моим городом. Люди называют меня Линкс. Я Эдвин, администрый от King Isidore II of Calanthea. Это кажется, что мы share common enemies. Что было бы это... ...тим, что вы просто делали для этих свадьбов? Борестриц. Вы купите их если вы живете здесь долго. Но почему бы заважники были интересны для таких хороших лордов как ты? И кто ты, старый человек? Я Богдан. Богдан. Богдан из Трибе Отечественников. Добо. Добо? Город отечественного горячего солнца? Слушайте твою ручку, доченька. Я долго долго живу, чтобы выяснить макия, когда я вижу ее. Помогите, старый человек. Подожди, старый человек. Уденит ли, наш друг друг другу имеет свои skillsы и крючки. Отчетливо, мы приглашаем ее в нашем сеттеле. Я не могу, что она подчеркивает. Но, сэр... Вы же сами помните нам, как опасно эти земли были. Ну, мы могли бы использовать каждую руку, особенно руководство как эти, чтобы бороться с этой страницами, пока мы не сможем? Да, сire. Очень хорошо, тогда. Давайте мы продолжим через эти свапсы и через воду. Да, у нас должно быть очень хорошая сеттлема, там. Вы уверены, что нужно идти таким образом? Конечно, мы уверены, женщина. Мы следим за письмом, drawn by the Royal Cartographer. Что происходит? Ну, я думаю, что я уже избежал от большинства на дороге здесь. Но, бои, монстры и wild folk живут в эти свапсы у меня почти полностью. Беи, монстры и... Беи, монстры и... ...буде помогает мне восстановиться гораздо быстрее. И, вероятно, вы увидите мои силы полезны в эти свапсы ahead. Ахахм... Вера позволяет использовать заклинания. Ее можно получить в храме. Да, кажется, отхиливается прежде всего тот, кто больше урона получил. Это хорошо. То есть автоматически. Мне не надо микроменеджментить и выбирать еще дополнительно вручную. Ну, а тут есть какие-то статуи. Можно строить статуи пауков, статуи волков. Ну, вот храм. Типа, здесь вот что-то построить. В атмосфере напоминает деревню ведьма Кетрия, которая навещали. Понятно, нужно кого-то назначить в храм. Давайте дворшу. Еще один ребенок родился. А, можно вот имя предлагать. В честь спонсора канала Дмитрий Руперт. Помогает с храмом. Так, продолжаем разведку. Эти желтые хрени восполняют как раз веру там всякое такое. Ух ты. Так, запилили. А, это что за хрень? Опыт борьбы на 200 увеличен. Это хорошо, конечно. Золото. Череп берсеркера нашли. Так, я слышу. Так, сундуки, еще какая-то хрень. Еще какие-то камни. Цветок, ну к чему он дает? Любой... Ох ты, ох ты. Тут уже какие-то хрени. Может... Ладно, давай одну запилим. Ёпта! Ёпта! Да посмотри, они прям напрыгивают, падла. Какие глазастики. Надо отрегениться. Золото, еще всякую фигню нашел. Топор. Свиток. Опыт от продукции еды. Так, еще эффект от яда минус. Ой, ё! Это какой-то супер босс. Так, подожди, еще тут... О! Восстановление жизни. Так, мне бы надо, да, отрегениться как-то. Хотя, в общем-то, мы не так уж и задамажены сильно. А, вот отрегенки есть. Ну че, босса давайте нагнем. Так, все, отрегени на ней у меня. Да, отрегени по максимуму. Погнали! Восстановление. Всё. Вообще-то оно природное. И это нестабильное. Он называется Ордуин. И не знает, что ты не будет расти без её. Сакрфифиз? Время, мы будем ремонт этого монстр от того, чтобы уйти. Компания в хоррое не простая задача, сire. Ни одна из-за испытаний такой feat в год. Мы требуем большинство оборудователей, чтобы уйти на бой. Это больше не просто монстр. Это сентяна демона, проживая из самых вилых souls, что Пелис может быть вместе в Среднении. Магия у меня нет эффекта. Ужасы могущественные. Они охраняют дикие земли. В общем, нужно их победить, но это невероятно сложно. Либо удовлетворить их требования. Это что-то типа жертву принести или что-то типа того. О, она, значит, требует принести в жертву ребенка. Либо атаковать, либо принять решение позже. Конечно, попробуем атаковать. Мне отговаривают. Многие пытались, но никто не смог. У меня два опытных воина. Давай атакуем. О, так, я понял. Это было плохое решение. Все, все, я передумал. Я передумал. Отпустите его. Отпустим его последнего воина. Отступаем. Эй, 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 я не понял. Это что такое? Она что так, далеко бьет что ли? Как с этим справляться? Ладно, вернемся пока в деревню. Жуть. Так, подожди, а я могу заклинания на нее применить? Там говорили, что типа нет. Наверное, там личное присутствие должно быть. Здесь еще разные заклинания, поддержка и так далее. Вон они молятся, чтобы эту веру восполнять. Так, я построю статую паука. И еще статую волка. Не знаю зачем, но это уровень поселения все прокачивает. Так что, может, мне это поможет. Да, дегоративные элементы, но почему нет? Я в военных постройках вижу то, что можно построить этих лучников. Может, они как раз против той будут эффективны. Посмотрим. Так, ну давай попробуем для лучников построить. Могу максимум 3 лучника иметь и 3 бойца. Так что у меня еще как бы, мягко говоря, не максимального уровня все. Я тут повыпиливать хочу всяких лоховских мобов. Может, это что-то даст. Так, опыт борьбы, прирост опыта борьбы увеличен на 1 месяц. А что тут за капкан пока? Ёп! Да ты что, прикалываешься? Зеленый. А, меня отравили. Это как ловушка, понятно. Ёпта! А че? А, я испугался. У них жизнь просто пропала на время. Так. Надеюсь, отравление спадет. Так, всякой фигни мы там нашли. Подожди, тут еще какая-то клетка. О! Отлично, это воин. У нас третий воин есть. А че вот этот они могут? О, эффект яда снял. Я понял. Эти растения, они снимают эффект яда. Блин, а... Я просто интуитивно щелкнул. Я вижу, блин, я человек простой. Я вижу какую-то фигню, на которую можно щелкать. Я на нее щелкаю. Так, сломанный меч подобрал. Так, яд снял, тогда эту штуку... Опа, а еще тут какая-то фигня. Мы уже втроем. Нормально, нормально. Сейчас мы их покрошим втроем. Так, факел я тут не могу, да, использовать по какой-то причине. Так, а это че за хрень? Скирит. Какой-то... Так, я аккуратно зайду. И выйду. Понятно, там дебафы она, наверное, дает. Какие-то дикие. Страшное место. Может, его уничтожить? Сундучок пропустил. О, броня. Ой, а тут еще какой-то... Что-то не залутал. Какой-то символ. Теперь вот залутал. И здесь еще какой-то... А, сломанный меч. Ну, он должен быть экипирован каким-то невоенным профессиям. Урон плюс 50. Требования. Да, для невоенных профессий. Так, у меня тут с добытчиком еды. Он слишком далеко уходит. У него проблемы уже с этой сферой. Я построю. Пусть он здесь построит эту хрень. Медовуху, где будет жрать. Да, вот этот у нас очень опытный боец пятого уровня. Вот этот, болка, у нас третий уровень. И вот этот вот новенький, она первого уровня. Даже значки у них различаются в зависимости от опыта. Я думаю, вот этого я сделаю лучником. Который тут еще один появился. Камышей у меня достаточно. Тоже сделаю лучницей одно. То, чего томить. Так. А, я понял. У меня еда закончилась. Думаю, в чем проблема. Из-за недостатки жрачки. Видимо, воины больше жрачки расходуют. У них хп уже начинает уменьшаться. Ладно, попробую атаковать вот таким составом. 5 человек, 2 лыжника, 3 ближника. Сейчас попробуем. Только на минимальной скорости. Что за хрень? Атакуйте, я сказал. Атаковать. Тихо, тихо. Надо, надо выйти успеть. Так, все. Одну, одну, одну отсюда убираем нахрен. Ее сейчас убьют. Иначе. Блин. Все, нокаут. Мочите эту тварь. Подымай свою. Отступай, мудак раненый. А второго нокаутировали, падла. Мы сейчас тут все поляжем. Да, реально тяжело. Отступай. Вот этот последний воин остался. Он самый мощный тут. Ты подымай вот этого. Все, смерть. Все, одну убили. Последний воин, видимо, пятого левеля остался. Ёп твоё. Еле ноги унес. Все, один, видимо, все. С концами. Я попробую поднять. Давай, 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 тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Отступаем, отступаем. Так, а это что? Я что-то могу сделать? А, типа унести. Да, все, травму, травму получал. Давай, своих павших воинов уносим. Вот это жуть. Возвращаемся, возвращаемся в крепость. Какая жуть. Да, на максимальной сложности это реально хардкор. А я забыл заклинание применить. Да, на еду надо трех, конечно, человек назначить, потому что это невозможно. У меня все уже с еды пухнут. Так, троих я назначу на дерево. Так, это притащило сюда труп. Так, ещё ребёнок, мальчик. Максим Чёрный, в честь спонсора канала. Так, тут сказано, что вот это вот могу построить. Как я понимаю, это там можно будет кого-то похоронить. Давай, построим. Так, еды по-прежнему недостаточно. В общем, давай тогда ещё одного сюда назначим. Чё такое? Понятно. Психически не выдерживает. Надо её вот сюда на бедовуху направить. У меня ещё и зима началась. Застраивайте кто-нибудь. Так, зимой вообще проблема может быть конкрет... Большая. Со жрачками. Ещё не хватало от этого окочуриться. Давайте-ка. Мне вообще всё перестали собирать. Так, какую-то хрень мы построили. Давай его погребём или типа того. Так. Троих вот этих вот... Рыбачить назначаю. О. Всё, мы одного... Отправили, так сказать, с миром. Или похоронили, или что-то типа того. Так, эти пошли. Ух ты, пошли рыбачить, но напали. Напали на нас. Чтоб тебя. Так, а ты справишься? По-моему, нет. По-моему, не справятся. На помощь. Нет, справимся. Отлично. Да. В зоне, в общем, нет никаких ресурсов, поэтому сюда бесполезно назначать. Так, также им нужно отрегениваться где-то. Давай. Да, тут часто волки нападают. Ещё какая-то хрень, даже вот пока они рыбачат. Так, отправил в баньку. Так, чё за хрень? Она напала, короче, психоз. Я тебе сказал, иди... Напала, да, из-за психоза. Всё, с ума сошла. Один спал в отчаянии. И не слушается команд. Так. Что, он сломался? О, жесть. Да, жёстко тут. Они, короче, друг друга начали херачить. Все взбесились. Сложно. Когда много людей, тут микроменеджмент нужен. Они, короче, если один раз с ума сошли, то им уже не помогает даже здесь восполнение веры и всё такое. Они всё равно психуют потом и начинают с кем-то драться постоянно. Ага. И ещё проблема в том, что золото, если истратил, то не можешь потом заново сделать воинов. У меня золота нету, и всё. То есть, тех, кого ты сделал воинами, лучше не переназначать уже никуда. Ну, золото тут немножко можно, и надо найти какие-то в кучке подфармливая. Не пойми, что. Так, ладно, пора заканчивать с этими самыми. Давайте. Три лучника и три воина. Сейчас посмотрим. Пока запас еды есть, быстренько сходим, того мудака прибьём. Кровавая луна. Это, то есть, какой-то ивент. Ну, как нельзя. Кстати, наверняка в неё все монстры становятся сильнее, значит. Значит, нам точно капец. Да, золото, золото расходуется. Они ещё, они ещё в перерывах тут умудряются друг с другом конфликтовать. Золото платится регулярно, как и еда именно воякам. И я не успею, походу. Я не успею до того, как они добегут. Золото закончится. Но всё равно интересно. Так, попробуем. Тихо, тихо, тихо. Сколько тут, во-первых, хп у этой падлы. Опять её заново нужно. А, нет. Хп. Так, паузу, подожди. Давай попробую. Я её, во-первых. Так, 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 тихо. Лучники, лучники. Отходите, мудаки. Херачьте её. Так. Давай, я заприняю какие-нибудь хотя бы. Так, ХД, что ли, везде? Да херачьте её. Батл край. Давай, на самого лучшего воина применил. Сейчас мы её, блин. Давай, фокус. Почти добили её. Ты чё не стреляешь-то? Так, давай, быстро. Ну, охрененно. По-моему, мне капец. Да, по-моему, я прав. Всё, у меня все погибли. Круто. Так, ладно. Мне придётся задействовать одну гексиллионную от одной гексиллионной своего гения, чтобы пройти этот сценарий. Я пересоздал команду. Нормальные им имена дал, как я в римворде давал, чтобы удобнее было микроменеджментить. Вот. Я бы взял всех чисто фармил первых на ресурсы, а потом бы воинов, но, к сожалению, тут таких нету. То есть, тут нельзя их рандомить, только те, что у тебя даны, надо из них выбирать. И, видимо, из сценария в сценарий переносится какая-то группа с какими-то прокачанными статами. Ну, в общем, погнали. Так, сразу на еду двоих назначаю. На лес тоже одного назначаю. Малую послал помогать вот этой вот. Точнее, смотреть и учиться. Да, малых можно таким образом выращивать. Я, наверное, не буду сейчас голду тратить на воинов, хотя они крутые воины, в принципе. Да, наверное, не буду. На максималке тут нужно отойти немножко от сценария, я полагаю, и размножить людей у меня, и потом уже все остальное делать. А что это такая какая-то шкала заполняется? Интересно, это навык у нее прокачивается? Она следит, типа, как что делать, или это период ее взросления? Двух придется сделать воинами, потому что тут поблизости есть всякие мудаки, которые будут на меня нападать воинами. Зачищу тут сразу на будущее, чтобы обычные мертвые не наткнулись на этих мудаков. Охереть, наткнулся, короче, на мудаков, которые меня прибили. Кажется, я понял, я загружаю предыдущий сценарий, и там как раз перед выполнением основного квеста, и тут поселенцы даются из предыдущего. Короче, вот, поселенцы даются из предыдущего сценария, то есть, я их могу вкачать, вкачать, я их должен вкачать, несмотря на их там всякие преимущества и недостатки. Вот, надо мне этих мудаков фармил вкачать максимально, чтобы они очень крутыми были фармилами, а вот этих вот мудаков мне надо вкачать крутыми воинами, так что, сейчас я займусь их прокачкой. Так, вот тут еще есть такой вот значок, благодаря ему, что ли, я могу что-то апгрейдить. Давайте попробуем так. Ага, понятно, апгрейд в структур пока что у меня нету. Так, я создал здесь несколько групп, первое, добытчики еды, три человек, второе, добытчик дерева, добытчик тростника и вот это воины, сразу, чтобы их двух удобно было посадить на триген и все такое. На АМ полезно вот такую тут подсветку всего включать, чтобы ничего не пропускать и чтобы все лутать, так сказать. Да, так вот очень удобно находить всякие сокровища. Да, я вот тут трупы найду, может я там кроме рейсов бы что-то хотелось такое приобрести, какой-нибудь айтемы. Короче, за то, что я разведываю местность, все получают бонусы, как я понимаю. И так же вот удобно по карте прям кликать, то есть если где-то непроходимое место, вот я нажимаю правую кнопку мыши, они просто туда даже пройти не смогут, очень удобно тоже так разведывать. Ну вот на этой карте я ни одного айтема пока что не выбил, походу может их тут и нету, но опыт я точно получил и очень сильно прокачал всех, прежде всего на еду, потому что она тут прям на втором сценарии очень актуальна будет. Короче, они могут наверное качаться и разведывать, ну как вот разведчики, потому что они ничего не стоят, им платить не надо, а воинов делать уже надо перед битвой с боссом, наверное. то есть на разведку их не надо посылать в качестве воинов, по крайней мере вот в этом сценарии, не знаю там что потом будет, может потом и надо. Офигеть, у меня Вадим еще родился тут в первом сценарии. Мне кажется, может я ошибаюсь, но разведчики зажигают вот эти костры, которые они находят и они восполняют вот это вот типа спокойствие, здравомыслие. А, ну вот эта лапка, волчья лапка дает 20% атаки против волков и на 20% уменьшает атаку волков по тебе. Можно одеть только на чела, у которого в любом деле хотя бы третий уровень есть. Когда на правую кнопку мыши нажимаешь, она так вот выкидывается и ее собственно он подбирает. Ладно, все, я тут всю карту полностью разведал, больше тут нечего делать. Все, вот к следующему походу я отлично готов, у меня есть два рубаки. Так, подожди, тут вот надо будет убрать. волчья лапка, в общем, стартуем. Я буду группу формировать все-таки по два человека, так проще их исцелять, если что-то. Выбрал группу, сразу направил там медовухи бухать, либо региниться. А вот группа рубак номер 4, тут уже они крутые. группа 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 Так, немножко я все перепутал уже. А, это не я перепутал, это багует тут. Здание вращать на QE можно. Так, делать сейчас воинов я не буду, я лучше зачищу карту, насколько смогу. Я не понимаю, что за трейдинг экспириенс, но давайте попробуем у него что-нибудь взять. Непонятно, ну ладно. Все-таки надо будет разведчиков немножко пособирать, потому что у меня даже нету натригена всякой фигни не построил. Да, похоже прокаченные, они переносят гораздо больше еще резов, наверное, они и фармят быстрее, но там подписано, в общем-то, что дает тот или иной уровень, насколько они эффективнее и так далее, плюс столько-то процентов. Так, на меня тут напала группа волков, вот что значит не зачистил местность. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отделался легким испугом. Ближе всего к выходу построю эту фигню, где они бухать медовуху должны, потому что там иногда важно добежать как можно быстрее. Еды, похоже, у меня максимум, так что я двух, даже не знаю, да, двух, наверное, с еды сниму, посажу на камыши и отрегенку вот здесь же по центру на входе поставлю. Построю статую волка на входе и статую паука вот здесь вот. Склад построю впервые, но я думаю вот достаточно далеко можно строить, но я как и понимаю он увеличит общую вместимость, как раз у меня скоро еда достигнет своего максимума. Тут красиво так иконки, ну вот когда они полностью почти заполнились, это означает, что склад скоро все будет переполнен. Склад долго строят. Так, склад закончен, плюс 200 вместимости резов. Зима может быть близко, поэтому сразу рыболовную фигню построим. В принципе все, попробую теперь на разведку пойти. Знаете, что я понял, мне нужно наверное еще одно все-таки место построить для медовух. Хотя ладно, ладно, попозже обойдусь. Так, 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 на меня напали вот эти вот мудилы, сейчас надо очень аккуратно, просто мега аккуратно надо. Скорость убавляю, начинаю отбегать, их надо как-то по одному байтить, я даже не знаю, как. Давайте поближе к поселению, может там толпой навалимся тупо. Они что, издалека стреляют, падла? Иди сюда. Очень аккуратно. Убейте вы хоть одного, ёпта. Все, нахер, утекаю. Я двух потерять не могу, таких воинов опытных, но я ему как следует нападал, но этого недостаточно. Сейчас отрегенюсь. Очень аккуратно надо добить того, которого я тогда не добил. Отлично, добили. Их уже поменьше, но все равно они стягают, капец, какие-то варвары. Блин, вы можете одного зафокусить? Опять больше половины снесли, чтобы удастся. О, почти, все, минус два. Все, с этим, я думаю, мы справимся, но это очень жесткие типы. Очень неприятные на максимальной сложности. Что у них тут было-то хотят? Что у них в полоске? Куча мешок с золотом, типа. А еще какие-то хрени. потребление золота минус двадцать пять. Вот что дает слот, который я нашел. Вот еще трофей кабани Клык. Против диких кабанов атака на двадцать и от них атака уменьшается. Чтобы там следующий слот открыть, какую-то книгу еще получил. Нужно больше уровень. Книга разведки, уровень исследования плюс один. А у меня он так максимальный. В общем, я полагаю, некоторые айтемы надо мне на базу отнести, потому что они мне не нужны. Например, золото у меня сейчас не расходуется и так далее. Тут их выложу где-нибудь. Все, выложил здесь. Опа, нашел еще какого-то чернокнижника. Он опыт повышает сражения. Мне пока не надо, но я понял. вот эти ттм, я так понял, в принципе, можно свобод... Чего? А, не могу сейчас использовать у меня еще, потому что я по сюжетке не продвинулся. Какие-то сапоги выбил. Скорость при движении плюс 10%. Ой, опасно, там лагерь вот этих мудаков, надо аккуратно. Сейчас их по одному можно забагить получится, ну-ка, или они сразу все агрятся. Сразу все. По одному никак, но если с ними хотя бы здесь вот лоб в лоб в узком переулке, то у меня шансы будут. Куда ж ты побежал-то, мудак? Все, мне накостыляли, капец. Надо отступать. Жесть, они меня еще сейчас не хватало, чтобы сейчас убили. Не, разведчики вот единственный плюс, разведчиков они быстрее передвигаются. Слушай, они отстанут от меня? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, а ты, о-о-о, с книгой поможет? О, смотри, я на них, на этого с книгой забайтил. Он их, он их херачит, они на него не агрятся. А, нет, они его убить могут. Они на него агрятся. Интересно, что будет, когда они его убьют. Ладно, мне надо отрегениться, никогда мне. Я его не вижу, но я его слышу. Да, они его убьют, сто процентов. Так, еду зимой на рыбу переключил. Все, у меня максимум даже дерево. Слушай, они убили, они убили этого чела, смотри. Я его могу типа поднять, что-то я боюсь вообще. Какого хера они не уходят? Не, они уходят, они уходят. Раненый учитель, да ёпта. Ладно, давай попробуем с ними сразиться наконец. очень аккуратно. Убейте кто-нибудь. Минус один, ой-ой-ой. Минус два, минус три. Ууу, эта битва войдет в аналы. Давай, учитель, что, его поднять можно? или как там тебя, учитель, сплинтер? Кажется, живой. Но это не точно. Не, не, мы ему сейчас искусственное дыхание сделаем, откачаем. 0 из 96. Че, он все с концами? Видимо, да. Да, все, вот видите, значок трупака появился. Нужно его, это, нужно построить хрень специально. Правда, у меня что-то эта хрень была, а сейчас ее нету, где хранить. Или меня глючит. Ладно, давайте выполним тогда квест. Но я из бойцов потом быстро переоделся, чтобы золото не расходовать. Я еще одну эту для медовухи построю, а то мало ли прогляжу. Амулет, рейтинг атаки минус 20%. Я, наверное, выложу вот эту хрень против волков. Атак рейд, ладно, я оставлю, это полезное в целом. Ух ты, урон плюс 50 тоже оставлю полезное. Против кабанов тоже выложу. Просто, чтобы я еще что-то, если найду, тоже мог использовать. А тут слоты занимают, потом базы безжать и хрене. Так, что у этих лагеря? Золото, зажег костер. Всякую хрень. Кто у них тут затучен? Какая-то девушка. Она воин? Мне кажется, она воин. Да, она воин, но она воин, который ни хера не обучаем. Минус 30. Зачем это? Так, ну и на сражение надо готовить там 3 плюс 3. Я уже прокачал. Блин, вот этот вот никак не хочет вкачать уровень борьбы до максимального. Так, чтобы их не перепутать, тот, у кого максимальный уровень борьбы, я его файтер 1 назвал. Так, еще одного начну в воина готовить, там у которого хотя бы дебафов таких сильных нет. А, кровавая руна, луна спаунит монстров, новых монстров. Да, конечно, только этого мне не хватало. Урон плюс 5 нашел какой-то аксессуар. Похоже на точильный камень. У меня золото, максимальное количество золота уже не влезает. Попробую теперь файтеров прокачать. А что это? Не могу. Любопытно. А, кому-то могу, кому-то нет. А, то есть я могу только прокачать на один уровень. Сейчас я троих к нему приведу, это на будущее задел, прокачаю их. Почему-то не могу, слушай. Любопытство, любопытство. Ну ладно. Нет, так нет. Может он только одного, может вкачать, но скорее всего какой-то баг. У меня максимальное население 12 человек. Скорость регенерации жизни плюс 20% тоже айтем нашел. Йооо, опять эти мудаки, как они меня задрали, а? Какая жесть. Все, 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 все. Нахрен их. Ну за 50 золота, атак реген плюс 0,5, атак реген плюс 1 в секунду. Ну и все равно мало. Так, второй файтер тоже вкачался до максимального левела, сейчас двух максимальных разведчиков туда пошлю, а то они задолбали меня прессовать. Нашел превосходное копье, еще урон плюс 10. Ну, не работает, оно, короче, странно, только для воина на, только для воина второго уровня. Да, вот эти воины уже крутые, они вполне могут этих мудаков защищать самостоятельно. Еще какого-то мудака выпустил из клетки. Нужно население 13 из 12, блин. Он якобы воин, он херовый воин на самом деле. Для лучников хрень построил. Какой-то шрайн построил, он типа всем поблизости дает типа надежду или что-то типа рядом с обходом тогда построил. Ради такой фигни мне даже не жалко двух шрайнов. Погребальное место для торгаша построил, ну и будущих всяких потерь. Ну и конечно храм. Вот, 13 из 14 населения, нифига. Этого, видимо, нельзя похоронить торгаша. О, торгаш исчез, как бы это и ни была. Да, тут открылась другая локация, которая была или 2 за каждое отсутствующее хп. Серьезный, народ, замес. Ну, воины крутые, всех покрошили. Мудакух. Так, ада какая-то тоже вышла, тоже воин. На, 4 человека значительно сильнее, чем 2 и защищают прям очень жестко. Так, все, я на базе сейчас всех собираю, пойду мочить эту херню. Да, вот, двое значительно быстрее веру восполняют, вот на максимальной скорости, видите, как 2 500 у меня из 5 000. Так, на самом деле суперкрутых воинов я сделаю ближниками, вот этих. Так, трое дальников готово. Еще одного я назначу все-таки на воина, 6 человек итогов у меня будет. Ну, что ж, с ветерком пошли. Ну, что, делаем ставку. А гребу или справлюсь? Так, аккуратно. На маленькой скорости. Так, выбираю атаковать. сразу же заклинания вот эти вот буду применять. Так, что ж такое-то, зараза? Нет, видимо, заклинания такие не работают. Тогда батл край давай. Так. КД везде. Ой-ой-ой-ой, я не успел лучников расставить, надо их. Ё, вот это да. Ну, чуть-чуть я, чуть-чуть я снял. Поэтому, вот если смогу, я его отведу. Падла. Все, одного вырубили. Сейчас пробуем его поднять. Так, еще одного увожу, потому что все. Еще одного увожу. Это ад какой-то. да куда ж ты падла такая скотина. Куда ж ты прешь-то? Сказано же отступать. А, все, одного сразу же добили, короче. Понятно. Фокус еще применил. Ну, вот, крутого бойца так легко, конечно, они не вырубят, но все равно проблем до хера. Избили. Ну, у нее было 3000 хп, осталось 718. Я здесь снес, ну, почти убил, почти. Так, я могу аккуратненько его поднять? Да, смогу. Я лычника одного потерял. Еще одну ванную построю. Так, почившего на покой. Наверное, я так избавляюсь от каких-то дебафов и что-то типа того. Вот, заклинания, на более высоком уровне еще будут какие-то еще и так далее. Все, возвращаемся эту хер оттуда бивать. Если, короче, дождь идет, если во время дождя эту херню атаковать, она дополнительно 50% бонусного урона наносит. Капец. Атакуют слабые цели с рейнджем, то есть лучников, наверное, поэтому она и херачит прежде всего. Ладно. Попробуем. Надо быстро лучников будет переставить. Давай, добиваем падла. Тут уже все, тут уже не до жира. Запредаемся. Вон, падла, лучника сейчас накурил. Он далеко зашел. Все. Так, одну, одну, одну отвожу, вторую отвожу. Да, вот этим лучникам капец как достается. Да что ж такое, я не могу падлу выбрать. Да я, ну, управление багует, они возвращаются. Так, все, я почти, почти добил. у нее чуть такое, а тут 7000 кп. до сих, отец. Кто мог бы это сделать? Так много жизни потеря Что это?! Помогите мне! Пусть готовы! Пусть готовы! Пусть осталась! Что происходит здесь? Я не понимаю, но мы должны уйти сразу. Он может вернуться в любом времени. Я согласен с Девушкой, господин. Давайте спрятаться в лесах и планируем следующий движ. Осторожно. Ух! Хочу продолжить кампанию, но не дают, потому что это конец демо-версия. Будет потом загружен. Все, то есть мы прошли. Интересненько. Что же, мы не просто прошли, мы прошли на супер-пупер максимальном уровне сложности. Вот нас благодарят за игру. И чтобы пройти на максимальном уровне сложности, нам пришлось не просто тупо мышкой нажимать туда-сюда, а думать. И моя стратегия помогла. В общем, главное теперь все это не забыть. Когда игра выйдет в релиз, это в августе кажется, но я скорее всего забуду и придется учиться заново. Но все равно, мозг сформировал новые нейронные связи. КОНЕЦ